Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня, мое сегодняшнее сообщение будет, в принципе, очень коротким, потому что, как проводить и как лечить больных с тимомами, на сегодняшний день, наверное, можно было бы сказать, с помощью лучевой терапии неизвестно. Но несколько слов о том, о чем вы уже слышали, это не очень частое новообразование. Вообще, если говорить о злокачественных новообразованиях локализованных средостей, и хотелось бы сказать, что здесь спектр очень широкий, возможности различные, то есть это могут быть различные злокачественные образования, различные абсолютно природы, которые лечатся по-разному. И это нужно помнить, поэтому, конечно, наши какие-то планы, они уже формируются после того, как мы имеем морфологическую верификацию опухолевого процесса. И дальше, если говорить о тимомах, то увидите, что тимомы тоже могут быть разные, это заболевания различной нозологической структуры с различным прогнозом. И в целом, при злокачественных новообразованиях средостей, тимомы занимают примерно половину. То есть вероятность того, что это будет тимома, когда вы увидите злокачественное новообразование переднего средостей, это примерно 50%. Если говорить о стадировании, то надо сказать, что система стадирования, предложенная МОСАОКО, она, наверное, на сегодняшний день наиболее популярная, и она прекрасно коррелирует с прогнозом заболевания, поэтому в нашей практике мы тоже ориентируемся в большей степени на нее. И основная, конечно, информация, которую мы ждем после проведения хирургического лечения, а хирургический метод лечения является основным лечением больных тимомами, и я думаю, что уже о хирургическом методе лечения еще не было разговора. Значит, мне досталось первому говорить, это не совсем будет, наверное, логично, потому что все-таки хирурги самые главные. После хирургов лечения этих больных самые главные химиотерапевты, потому что тимома – это злокачественное образование, которое чувствительно химиотерапевтическому лечению, там где-то треть процентов достигает, насколько я помню, полного ответа, еще примерно две трети частичного ответа на химиотерапевтическое лечение. А к лучевой терапии тимома, к сожалению, большому чувствительно, но не очень сильно. Лучевая терапия вообще, в принципе, непонятна, когда должна использоваться у этой категории больных, но считается, что если была выполнена резекция с макроскопически определяемыми резидуальными опухолевыми элементами опухолевой ткани, то, конечно, в этой ситуации показания к лучевой терапии не вызывают большого сомнения. Если это микроскопические изменения по краю резекции, то здесь ожидать очень серьезного эффекта от лучевой терапии не приходится, и поэтому ряд авторов считает, что показаний в этом случае к лучевому лечению нету. С другой стороны, другие авторы рекомендуют все-таки лучевую терапию проводить, потому что наличие опухолевых элементов по краю резекции все-таки, конечно, не может оставить равнодушным и склонить к выжидательной тактике. Если говорить о распространении по стадиям, естественно, эффективность зависит от стадии, но я думаю, что об этом тоже в большей степени скажут хирурги, потому что если опухоль резектабельна, то прогноз достаточно благоприятный, если резекция радикальная невозможна, то прогноз существенно снижается, и перспективы становятся гораздо более скромными. Если говорить о гистологической природе, то вы видите, что в зависимости от гистологического варианта ТИМОМ представленность первой стадии существенно меняется, и чем хуже прогноз с точки зрения гистологического варианта злокачественного образования, тем меньше шансов на то, что мы выявим это злокачественное образование на первой стадии процесса. Если говорить о показателях выживаемости, вы видите, что гистологическая природа тоже в значительной степени стадия, и гистологическая природа, которые взаимосвязаны между собой, влияют на прогноз больных, но не влияют на решение о том, облучать этого больного или нет. Я еще раз повторю, что основным фактором, который влияет на решение о необходимости лучевой терапии, является наличие макроскопически-резидуальной опухолевой ткани. Это один из алгоритмов, который вы можете найти в книге, называемой Radiation Oncology Evidence-Based Approach. В прошлом году вышла новая редакция этой книги. Надо сказать, что она помогает при решении вопроса о том, как лечить, ну, по крайней мере, с помощью лучевой терапии онкологических пациентов с злокачественным образованием практически любой локализации. И в отношении ТИМОМ здесь тоже очень четкий алгоритм и очень четкие рекомендации. Но если посмотреть на главу, которая посвящена непосредственно лечению пациентов ТИМОМ, то вы видите, что при Р0-резекции послеоперационная лучевая терапия практически не используется или используется в очень небольших дозах, ну, относительно небольших дозах. Для ТИМОМа я чуть позже покажу их. Это не больше 45-50 грей. Но в целом, если Р0-резекция была выполнена, то послеоперационная лучевая терапия, она не показана. При Р1-резекции, тогда, когда по краю опухоли есть микроскопические резидуальные опухолевые элементы, лучевая терапия может быть использована, как правило, вместе с химиотерапевтическим лечением. И при Р2-резекциях, тогда, когда имеется микроскопический резидуальный опухолевый ткань, химиотерапия и лучевая терапия являются обязательным компонентом адювантного лечения. Вот это рекомендации, которые были опубликованы несколько лет назад по лечению больных тимомами, уже наши отечественные рекомендации. Они, в принципе, существенно не отличаются от тех рекомендаций, которые вы можете найти в англоязычной литературе. Если говорить о дозах, доза зависит от статуса резекции, безусловно. Еще раз повторю, если это Р0-резекция, все-таки принимается решение о проведении послеоперационной лучевой терапии, то доза ограничивается 45-50 греями в режиме классического фракционирования. Если по краю резекции определяются микроскопические опухолевые элементы, то доза повышается до 54 грей. И если есть макроскопический резидуальный опухоль, то минимальная доза, которую вы должны подвести к опухоли, 60 грей. Но на самом деле нужно стремиться к 70, потому что меньшие дозы, они не обеспечивают серьезного локального контроля. При нерезектабельной опухоли лучевая терапия носит всегда палиативный характер и нужно подводить максимально возможные дозы. Чем больше, тем лучше, но в границах возможных, толерантных для нормальных тканей окружающих. Предоперационная лучевая терапия используется нечасто. Большого смысла, с моей точки зрения, в ней нет. Но иногда, когда опухоли бывают нерезектабельные, все-таки попытка предоперационной лучевой терапии осуществляется с надеждой на то, что опухоль хотя бы в каком-то объеме регрессирует и неоперабельная опухоль превратится в операбельную. Если говорить об объеме облучения, объем облучения при проведении послеоперационной лучевой терапии определяется первоначальным размером опухолевых масс. Но здесь надо сказать, что очень важное значение имеет клипирование краев опухоли во время операции. К сожалению, большому это не всегда делается. Но надо просить хирургов, чтобы это обязательно осуществлялось, потому что эти клипсы, они позволяют нам более зрячий, более осознанно определять послеоперационный объем облучения. Если говорить о клиническом объеме облучения, то во многих работах он не отличается от так называемого макроскопического объема облучения. То есть, JTV и CTV здесь, по сути дела, почти что одинаковые. Но на самом деле это не совсем так, потому что, как правило, мы все равно от макроскопически определяемого объема опухоли отступаем 1-2 см в зависимости от близости или удаленности нормальных критических тканей. Если говорить о методике облучения, ну тогда, когда дозы небольшие, когда мы используем дозу 45-50 Грей, а как я уже сказал, это либо предоперационное облучение, которое проводится достаточно редко, либо послеоперационное облучение при Орноль-резекции, где роль лучевой терапии остается довольно спорной. В этом случае мы можем использовать даже простые встречные поля, но надо помнить о том, что толерантность нормальных тканей, она все-таки нас должна ограничивать, в первую очередь, толерантность спинного мозга и не должна превышать заветных 45, но в некоторых отдельных случаях мы можем увеличивать ее до 50 Грей. Если лучевая нагрузка на спинной мост превышает предельно допустимую величину, естественно, надо использовать дополнительные косые поля, и в абсолютном большинстве случаев мы используем во всех случаях как минимум три поля, потому что облучение коридором с двух противоположных полей, конечно, на сегодняшний день вряд ли может считаться адекватным. При использовании косых полей, вы видите, мы можем достигать достаточно хорошего дозного распределения, и при подведении доз в размере в районе 50-54 Грей, наверное, эта методика облучения может представляться оправданной, может быть не целесообразной, но оправданной. Безусловно, если есть возможность 3D-планирования, оно должно в обязательном порядке осуществляться, потому что только в этом случае вы сможете действительно спланировать дозное распределение так, как оно должно быть. Учитывая близость многих критических структур, это и сердце, это и спинной мозг, это и пищевод, о чём надо в первую очередь помнить, это трахея, крупные бронхи, то здесь, безусловно, нужно очень деликатно и очень осторожно подводить дозу. Наверное, доминирующим всё-таки методом подведения дозы в современных условиях должно быть использование сложных технологий облучения. Чаще всего это либо и МРТ, интенсивная, моделированная по интенсивности, лучевая терапия или динамические арки или облучение в режиме арк с моделированием одновременной интенсивности пучка. В этом случае мы действительно можем подводить очень высокие, достаточно высокие дозы на опухоль или на ложе опухоли и очень серьёзно снижать нагрузку на окружающие нормальные ткани. И именно эти режимы лучевой терапии, эти технологии лучевой терапии дают нам возможность подводить дозы в районе 60-70 грей на ложе опухоли или на опухоль, если это паллиативная лучевая терапия. Если говорить о планировании лучевой терапии, то в объём мишени или в объём макроскопической мишени она включает в себя первичную опухоль, если это предоперационная лучевая терапия, или объём удалённой опухоли, если это послеоперационная лучевая терапия, которую мы всё-таки должны определять в первую очередь с помощью клипс, но если клипс нет, то тогда с помощью фьюжирования предоперационных и послеоперационных изображений, 3D-изображений. Клинический объём в разных случаях разный, как я говорил уже, он определяется и клинической ситуацией, и близостью нормальных тканей, которые лимитируют ту дозу, которую мы можем подвести. В некоторых случаях мы можем его несколько увеличить, тогда, когда критические структуры находятся на отдалении от объёма мишени, в некоторых случаях мы клинический объём вынуждены ограничивать, потому что мы должны ограничивать дозу, лучевую нагрузку на окружающие нормальные ткани. Ну и планируемый объём, он зависит в основном от тех методик, которые мы используем при реализации лучевой терапии. Если это лучевая терапия с контролем положения пациента на столе с помощью тех или иных методов визуализации, либо портальное изображение, либо изображение в конусном пучке, либо рентгеновские изображения в киловольтном пучке, в этом случае отступ существенно уменьшается и может уменьшаться до 3-5 миллиметров. Ну а если это стандартное облучение с помощью стандартной технологии, то, конечно, 5-ти виды должен быть с отступом не меньше 1-2 сантиметров. И планирование лучевой терапии, очень важно при планировании лучевой терапии помнить о том, что дозы на окружающие нормальные ткани не должны превышать толерантные, в первую очередь, это, конечно, спиной мозг. Еще раз повторю, доза здесь не должна быть больше 45 грей, в некоторых ситуациях отдельных. Мы можем рисковать и увеличивать ее до 50 грей, но это крайне нежелательно. Нужно помнить, что доза на сердце является прогностически значимой, особенно у тех больных, у кого мы ожидаем длительной выживаемости. Ну и, конечно, легкая и пищевод, это еще два органа, которые очень серьезно нас лимитируют, и которые иногда создают такие реальные трудности для планирования лучевой терапии у этой категории больных. В заключение мне хотелось бы пригласить всех на радиотерапевтическую секцию, которая будет в июне этого года в рамках проведения семинара «Белые ночи», форума «Белые ночи». Спасибо за внимание. Готов буду ответить на вопрос с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...